Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзюёев провел совещание, посвященное приоритетным задачам по бесперебойному снабжению населения горячей водой и теплом. На совещании указано, что часть действующих котельных и сетей теплоснабжения устарела и изношена. Серу не привлекаются иностранные инвестиции. Годами не проводилась технологическая модернизация, вследствие чего расходы отрасли на приобретение энергоресурсов составляют 85% доходов, а потери достигают 35-40%. Миллиарды сумм впускаются на ветер. В результате чрезмерного расхода энергоресурсов и дисбаланса платежей возникает кредиторская и дебиторская задолженность. В связи с этим президент определил задачи по коренному реформированию отрасли, обновлению существующих мощностей и совершенствованию управления сферой. Отмечалось, что для качественной организации теплоснабжения необходимо модернизировать предприятия отрасли, уделив при этом особое внимание широкому применению энергосберегающих и многоцелевых технологий на основе опыта Австрии, Дании, Германии и Финляндии. В числе таких инноваций является закрытая система теплоснабжения, основанная на принципе повторного использования тепла. Отметим, что открытая система предусматривает непрерывную подачу холодной воды для нагрева в котельной и дальнейшей передачи потребителям. В теплотрассе происходит постоянная подпитка водой. В закрытой же системе теплоснабжения осуществляется ограниченная подача холодной воды для однократного заполнения закрытой системы. Циркуляция теплоносителя осуществляется по замкнутому циклу. Время подачи горячей воды температурой в 55 градусов потребителю составит 10-20 секунд. Во многом благодаря смонтированному в здании индивидуальному тепловому пункту с пластинчатыми теплообменниками, насосами подачи, приборами учета, контроля и регулирования тепловой энергии. К примеру, перевод теплоснабжения на закрытую систему в городе Ташкенте позволит предотвратить потерю 3 миллионов гикокалорий тепла в эквиваленте 300 миллиардов суммов, сэкономить 320 миллионов кубометров природного газа – 160 миллиардов суммов и 85 миллионов киловатт-часов электричества – 25 миллиардов суммов. На совещании даны указания по восстановлению централизованного теплоснабжения около 5000 домов в 12 городах и переводу их в закрытую систему. Так, в городах Бухаре и Черчаке такие сети после завершения тендерных торгов необходимо будет сдать в эксплуатацию уже в 2020 году. Поставлены задачи по реализации аналогичных проектов в городах Антижане, Самарканде и Сергелейском районе столицы с эффективным использованием кредита Всемирного банка на 140 миллионов долларов. Поручено модернизировать сеть теплоснабжения в Мирзоулукбекском и Миробадском районах Ташкента за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития на 150 миллионов долларов. Следует принять меры по привлечению кредита японского агентства по международному сотрудничеству на 780 миллионов долларов к проекту внедрения новых технологий в теплоснабжение Бухары, Ферганы, Кувасае, Ургенче и Нукуса. Даны поручения и по модернизации ангренской теплоэлектростанции за счет 55 миллионов долларов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Подчеркнута важность формирования в сфере конкурентной среды через широкое внедрение рыночных механизмов, для чего прежде всего необходимо свободное тарифообразование. В связи с этим определены меры по повышению инвестиционной привлекательности сферы, привлечению со следующего года предприятий в систему теплоснабжения города Ташкента на основе государственно-частного партнерства. В целях устранения потерь и снижения сверхнормативного потребления необходимо внедрить автоматизированную систему учета потребления тепла, указано на совещании. В 119 городах и более чем в 6 тысячах селах нашей страны насчитывается почти 6 миллионов индивидуальных домов. На совещании уделено особое внимание вопросу обеспечения их жителей теплом в осенне-зимний период. Министерству жилищно-коммунального обслуживания поручено охватить теплоснабжением все население, не ограничиваясь лишь многоквартирными домами, а также разработать единую государственную политику в этом направлении. Даны рекомендации по совершенствованию структуры Министерства жилищно-коммунального обслуживания, объединения предприятий теплоснабжения в отдельное акционерное общество для повышения эффективности управления сферой и активного привлечения инвестиций. Данное акционерное общество наряду с эксплуатацией объектов будет заниматься формированием новых проектов и привлечением средств международных финансовых институтов. Ответственные лица представили информацию по данным на совещании поручением. На совещании критически рассмотрен ход подготовительных работ к осенне-зимнему периоду и в частности стабильное обеспечение теплом и горячей водой населения. Что нужно делать для этого? Особенности в больших городах. Поставлены четкие задачи по разработке проектов, проектных решений по каждому региону, по каждому городу при необходимости в разрезе даже не определенных населенных пунктов, а своей системы теплоснабжения предусматривающие или централизованные, или локальные, или другие наиболее энергоэффективные системы отопления, потому что очень много у нас потерь как при производстве тепла, а также и распределения, где значительная часть оборудования и система устарела морально и физически. И, соответственно, происходит большой перерасход природного газа, электроэнергии, который можно значительно сократить и использовать на другие задачи. Сегодня проведено совещание президентом республики Узбекистан. Основная тема была дальнейшее совершенствование системы теплоснабжения республики. Сегодня было на системной основе раскрыто полностью поручение в этом направлении в первую очередь восстановить систему теплоснабжения города Ташкента и систему теплоснабжения областных центров городов республики. Это 12 городов и город Ташкент. Общая сумма проекта по городам республики составляет 2 миллиарда 880 миллионов долларов, по городу Ташкенту составляет более 770 миллионов долларов. На сегодняшний день имеется практика работы. Впервые в республике Узбекистан организована работа в восстановлении системы теплоснабжения. Это города Черчака, города Бухары. Также с 2020 года планируется восстановление в городе Самарканде, в городе Андижане, а также в городе Ташкенте, это в Сергеелинском районе. Общая сумма составляет 140 миллионов долларов. Кроме того, также в 2020 году планируется организация работы. Согласно источнику финансирования, где является финансовые средства Европейского банка реконструкции и развития, 150 миллионов долларов. Это на два районных котельных города Ташкента. Президентам поручено организовать дальнейшую проработку, переход к современным технологиям, в том числе обратить особое внимание на когенерационную систему теплоснабжения. Что это означает? Это означает, на сегодняшний день, если мы вырабатываем тепловую энергию, то когенерационная система, она в первую очередь вырабатывает электроэнергию, в том числе вырабатывает тепло. Самая главная проблема у нас на сегодняшний день – это подача вовремя теплоэнергии, качественно, населению. И основные жалобы у нас идут в этом направлении. Поэтому президентам поставлена задача в короткие сроки решить эти проблемы, также привлечь сюда иностранных инвесторов. Сейчас мы уже работаем с Азиатским банком развития, он выбрал нас в качестве консультанта. Мы работаем с ведущей французской компанией по данному направлению. Также мы будем объявлять тендер в декабре, предлагать и другим крупным компаниям, кто хочет инвестировать в государственное частное партнерство в данном направлении. Основная цель, которую перед нами поставил президент, это обеспечение качественным теплом населения, чтобы зимой не было никаких нареканий и проблем у населения в поставке теплоэнергии.